Спасибо за честность, Евгений Сатановский, он же Old Hill Boy, за 1 июня 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только и исключительно на ваши пожертвования. Спасибо за понимание. Урсула фон дер Ляйн сообщила, что она категорически против замораживания конфликта на Украине, потому что это не приведет к прочному миру. Согласимся с ней полностью безоговорочно и бесповоротно. Дважды в день даже испорченные часы показывают точное время, так что тут она на 100% права. Ни к чему хорошему заморозка военных действий на Украине не приведет. Правда, на этот конфликт мы смотрим с противоположной точки зрения. Она, как и все остальные западные политики с украинской, авторы все его друзья с российской. Да-то тут что поделаешь. По разным и сторонам баррикад явно не только насчет этой войны. Хотя единственное наше с ней разногласие на самом деле по земельному вопросу. Кто кого первым закопает. Они нас собираются уничтожить и откровенно об этом говорят, явно не собираясь дальше играть с нами в бирюльки и морочить нашему населению руководству голову, как умно делали со времен Горбачева, покупая, заманивая и обещая золотые горы. Когда сенатор Линдси Грэм утверждает, что уничтожение русских – это лучшая инвестиция, которую только может сделать Америка, он не иронизирует, а говорит именно то, что думает и он, и весь остальной Конгресс, а также Белый дом, Пентагон, ЦРУ и Госдепартамент в полном составе. Причем это, говоря по чести, полностью соответствует исконным американским традициям. Просто раньше они говорили «хороший индеец – мертвый индеец», а теперь то же самое говорят про русских. И в чем спрашивается разница? Да, и лучше быть мертвым, чем красным – это тоже про нас. Начальство со времен сильно пившего и, как это ни парадоксально, довольно-таки провинциально наивного, хоть и шебутного Ельцина, думало, что если оно показательно перекрасилось, перестало делать вид, что строит коммунизм, на самом деле оно его уже давным-давно не строило, а просто прикидывалось. А тут и прикидываться перестало, перейдя кто к капитализму в фазе дикого первичного обогащения, а кто и сразу феодалы или родоплеменные вожди. Такие вот сразу западники в засос полюбят, радостно обнимут, за стол, как равного между равных пригласят, денег отсыплют, полную машину и к управлению мировыми процессами допустят. А вот хрен ему начальству нашему по всей морде, что американцы с европейцами сейчас его и демонстрируют. На проститутках не женятся, а если те начинают выкобениваться и напоминать о том, что они тоже люди, гонят их трешей, заменяя на более покладистых. Именно эту попытку в отношении нас мы сейчас и имеем, и на Украине, и во всех прочих местах на планете. С точки зрения американцев и европейцев, сами виноваты. Чего это мы, дикие волосатые варвары, туземцы из джунглей, хвост свой начали поднимать на белых хозяев из сада дедушки Борреля? Из каких таких соображений? И не надо насчет того, что согласно международному праву мы им равны. Это право, для кого надо право. А все остальные, начиная с русских и китайцев, должны стоять на вытяжку, сильно бояться и слушаться-слушаться. Как там было у Данелии в Кинзадзе? Малиновые штаны. Американцы кланятся с присядом и три раза ку. Желтые европейцы и примкнувшие к ним два. Что тут не ясно? Так что спасибо большое Орсуле фон дер Ляйен и Анналене Бербак, Олафу Шольцу и Эммануэлю Макрону, Риши Сунаку и Борису Джонсону, Джозефу Байдену и Энтони Блинкену, Ленси Грэму и Виктории Нуланд, Жозепу Боррелю и Анджи Дуди, Матеушу Моровецкому и Владимиру Зеленскому за их глупую, злобную и подлую честность, за их агрессивные до идиотизма амбиции, за запредельное наглое хамство и откровенный нацизм, который у всех них оптом и в розницу хлечет изо всех щелей, даже когда они что-то делают молча, а уж когда рот открывают. Нет лучшей мотивации драться с ними насмерть до победного или, если не удастся их одолеть, до какого угодно конца, чем все то, что они сами произносят. Да и сторонники и поклонники их внутри страны, которые все время договориться с ними, пытаются не умнее, в одну могилу со своими хозяевами лягут, братскую. Земли у нас на всех хватит. Евгений Сатановский. Спасибо за честность.